Всем привет! Мы на выставке Surfex 2012 и перед вами громкая премьера 2012 года катер Nautic G-25. Первая лодка семейства Nautic, которая имеет корпус с расширенным профессиональным салоном, двуносый компонент. Было много нареканий на внешний вид этого катера, многому он не нравится, но тем не менее компания очень достойно сделала проект и интересный. И катер с создающимися спортивными характеристиками для прорайдеров самого высокого уровня. Перед вами катер Nautic G-23 специальной серии Billabond Edition. В совместном с компанией Billabond Nautic ежегодно строят такую потрясающую лодку и в этом году это новая модель G-23. Внутри 23-путовый Nautic просторен. Здесь также салон Трансформер, как заведено в компании. Кромовое сиденье выдвигается в центр салона и может быть ориентировано на камню. Здесь также сиденье превращается в спинга, как мы видим. Здесь есть дополнительная спинга. Это сиденье можно утопить и сделать обычным стандартным салоном, который вмещает много гостей. В стандартной комплектации Nautic G-23 входит холодильник для биткостереносной, который устанавливается в палубу. Его можно взять, унести домой, в машину положить, а потом использовать катер. Но холодильник здесь также покрыт искусственным тиком, как и вся палуба. Вся палуба покрыта искусственным тиком. Искусственный тик также во всех отсеках для хранения и снаряжения. В отсеке для хранения и снаряжения оборудовано светодиодной подсветкой в цвет катера. Очень все здорово. В водителе предусмотрен дополнительный бардачок для мелочей. И здесь же вывод для включения айпада или дополнительного оборудования. Здесь везде искусственный тик для того, чтобы вещи не гремели по корпусу. И здесь же также подсветка, подсветка этого бардачка, светодиодный цвет катера. Тауэр в этом Nautic складной G-23 и он фиксируется вот этим мощным дочагом. Здесь еще есть интересные детали. Здесь обмонтированы стеклянные вставки с логотипами Galabon. На Тауэре стереосистема Roswell с четырьмя мощными колонками. И эти колонки оборудованы системой подсветки, которые также подсвечивают салон. Держатели бигбордов легкие, поворотные. И в принципе все смотрится очень здорово. В целом просторный носовой и здесь комфортно разместятся два человека очень комфортно. Человека три. Он не очень большой, он тем не менее глубокий. И хотелось бы особенно отметить интересную носовую дверку. Здесь она сделана из очень плотного стекла толстого. И выдвигаясь туда, под лицо убирается в носовой отсек. Проход на корму. Туноценный с большими удобными ступеньками, которые дополнительно имеют источники подсветки. Даже выведен путь управления магнитолом. И особенно хочется отметить еще раз, на картонаже 25 здесь отличные решетки системы вентиляции корпуса. Если у компании Мастеркрафта трап расположен на носу, то наути у наути это свой путь. Здесь трап расположен на трансовой плите. Он выдвижной и он прячется здесь по трансовой плите. В G23 нет привычной системы регулировки волны Hydrogate, которая обычно устанавливается на кассе на наути. Здесь применяют стандартную систему регулировки волны. Большая пластина, которая выталкивается приводом из корпуса, разгружая корму и таким образом поменяя волну, делая ее больше. Еще особенно отметить, в G23 есть опция, очень удобная, форточка. Обычная форточка, которая открывается навстречу ветру. И можно в жаркую очень погоду обеспечивать салон дополнительной вентиляцией. Очень удобная опция. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова